У памятника разведчикам-черномоцам в Екатерининском сквере собрались ученики гимназии номер один. Они несут вахту памяти, дежурят у мемориала, слилят за чистотой монумента. Ребята с гордостью выполняют эту почетную миссию. Они гордятся, что живут в городе воинской славы. Нам сказали, что такая акция благородная, и почему бы в ней не поучаствовать, ведь это все память наших дедов, память города. И чтобы принять такую почетную вахту, конечно, я сразу же согласился. Очень рада, что я сегодня участвую в этой акции, что мы сегодня отдаем дань, можно так сказать, разведчикам Черноморского флота. И осталось 15 дней до великого, я могу сказать, величайшего праздника Дня Победы. Мне очень рада, что я участвую в этой акции, что я могу показать свое уважение к нашим дедам, бабушкам, которые участвовали, воевали за нашу свободу в Великой Отечественной войне. Подобные посты организованы в рамках акции «15 дней до Великой Победы». Они расположены у мемориальных объектов, посвященных Отечественной войне, в 20 точках города. В почетный список вошли памятник матросу и солдату, кладбище коммунаров, обелиск славы героям битвы за Севастополь на Сапунгаре и другие известные монументы. Акция проходит не только на территории города, но и за его пределами. «Замечательная акция, основанная в 2010 году по инициативе Союза Самарской области. В этом 2014 году акция вышла уже на международный уровень. В ней принимают участие 17 регионов Российской Федерации, а также 5 стран постсоветского пространства». По словам организаторов, акция хоть и проходит лишь один день, имеет множество собратьев. В городе устраиваются и другие мероприятия. Школьники и студенты города ухаживают за историческими памятниками, изучают их историю, занимаются в архивах библиотек города, приобщаясь к славной истории нашего народа. Святослав Данилов, Екатерина Долгополова, программа «Наше время». Святослав Данилов, Екатерина Долгополова, программа «Наше время».